5 июля 2022 года, после практически полной остановки работ в 2020 году, на Большом адронном коллайдере стартовал третий сеанс работы, а уже 28 ноября его остановили на зиму. На работу коллайдера в прошедшем году повлиял форс-мажор. Взлетевшие цены на энергоносители и перспективы нехватки электроэнергии зимой поставили под сомнение целесообразность работы ускорителя частиц в холодное время года. Поразительно, но пять месяцев работы коллайдера совпали с новым ажиотажем, связанным с так называемым эффектом Манделлы, о котором мы с вами уже говорили в одном из предыдущих выпусков. Эффектом Манделлы называют случаи, когда многие помнят что-то, чего не было на самом деле. Данное явление заставляет миллионы людей подвергать сомнению даже самые обыденные воспоминания из прошлого. Смена названий городов задним числом, появление новых видов живых существ, изменение истории, изменение фамилии, дат смерти известных людей – все это теперь часть реальности. После непродолжительного спада событий, причисляемых к эффекту Манделлы, вторая половина 2022 года ознаменовалась очередным всплеском данного явления. Заговорили как о ранее широко неафишируемых изменениях, так и о появлении новых трансформаций в окружающем нас мире. Более того, выяснилось, что эффект Манделлы просто изобилует аномалиями, то тут, то там стали всплывать остатки изменившейся реальности, а во всемирной паутине активно начали обсуждать такое явление, как флип-флоп. Говоря простыми словами, флип-флоп – это изменения, которые по прошествии какого-то времени вернулись в первозданный вид, а все доказательства того, что изменения были, исчезли, оставшись лишь воспоминаниями в сознании ограниченного числа людей. Из самых свежих Манделл можно выделить роботов-андроидов. Знаете, когда они появились? Оказывается, давным-давно. Общепринято считать, что слово «андроид» перекочевало в наш лексикон в середине двадцатого века из фантастических романов. Но, оказывается, обозначение человекоподобных роботов пришло из глубокой древности, а первого андроида создал средневековый немецкий ученый Альберт Кельнский, еще в тринадцатом веке. Словотолковый изданным при Императорской академии наук в Санкт-Петербурге андроиды упоминаются уже в тысяча восемьсот третьем году. Странно все это. Лично я всегда считал, что в древности человекоподобные механизмы назывались «автоматонами», а вовсе не андроидами. А что вы скажете об этой фотографии Юрия Гагарина? На лице первого космонавта отчетливо виден глубокий шрам, проходящий по брови и лбу. Вы помните такое? По этому поводу, оказывается, сам Гагарин давал интервью в 1961 году газете «Труд», в котором рассказал, что во время отдыха на юге споткнулся, играя с дочерью Галиной, что бы галка не ударилась, я успел поднять ее над головой, а сам налетел на острый крымский камень. Впрочем, существуют и другие, более пикантные версии появления этого шрама, но сейчас не об этом. Интересен сам факт появления шрама, которого не помнят многие наши современники. Более того, если вы внимательно посмотрите фотографии Гагарина сейчас, с его знаменитой фирменной улыбкой, то с удивлением обнаружите, что она изменилась тоже. Обычно мы сталкиваемся с эффектом Манделлы уже после того, как он произошел. Но есть определенные ситуации, когда люди замечают сам момент изменения. Ну и в совсем редких случаях бывает, что можно эти изменения наблюдать многократно в реальном режиме времени. Туда-сюда. Тема флипфлопов в эффекте Манделлы стала известной благодаря фургону террористов из первой части фантастической трилогии Роберта Замекиса «Назад в будущее». Изначально ливийцы приехали убивать Дока Брауна на микроавтобусе Volkswagen Station Wagon голубого цвета. Далее произошел классический эффект Манделлы, и фургон в фильме неожиданно изменился. Теперь террористы передвигались на серые Toyota Hi-Ace. Каково же было удивление сотен комментирующих в интернете данную трансформацию, когда они обнаружили, что по прошествии небольшого количества времени, микроавтобус в фильме вновь изменился на Volkswagen. Более того, пропали или поменяли смысл и сами комментарии, оставленные в момент начальной трансформации. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию» также произошел флип-флоп. Сейчас все как было в первой строчке песни, звенит январская вьюга, звучит слово «проблема». Однако еще в январе 2022 года, по мнению многих пользователей тематических сайтов «проблема трудная» заменилась на «задача трудная». Вообще данная кинолента очень богата на проявление эффекта Манделлы. Помните момент, где сосед Шурика Антон Семенович Шпак, обборованный Милославским, говорит «все, что нажито непосильным трудом, все пропало». А сейчас данная фраза звучит по-другому. И это еще далеко не все. Брючный костюм на супруге Шурика, запомнившегося всем ярко-оранжевого, вдруг стал белым. Ну и вишенкой на торте можно назвать порванную рубашку Бунши в самом конце фильма. Вы когда-нибудь замечали ее? А раз уж мы затронули классику советского кино, нельзя не упомянуть еще один фильм «Леонида Гайдая. Кавказская пленница» или «Новые приключения Шурика». Наверняка вы помните крылатую фразу из него «В моем доме попрошу не выражаться». Сейчас в картине она звучит иначе. Не всегда эффект Манделлы проходит гладко. Иногда система дает сбои, оставляя различные упоминания и остатки, указывающие над предшествующую реальность. К примеру, маска Тутанхамона. И все его изображения на саркофагах раньше были с одной змеей, но теперь везде на лбу у Тутанхамона величаво восседает змея и стервятник. Нам посчастливилось обнаружить, возможно, единственную фотографию маски Тутанхамона в ее первозданном виде. Очень надеюсь, что она не изменится к моменту выхода данного выпуска. Еще один остаток, связанный с артефактами древнего Египта, относится к всемирно известной статуе. Скажите, вы помните такое искривление грудной клетки у сфинкса в Египте? На следующих кадрах, сделанных еще в 2007 году любительской камерой, мы четко можем видеть, что никакой выдающейся части на груди сфинкса еще нет и в помине. Сейчас американскую певицу Мадонну зовут Мадонна Луиза Чеконе, и зовут ее так с детства. Но многие до сих пор помнят времена, когда ее звали Мария Луиза Чеконе. И помнят это не только люди, но и интернет. В сети достаточно записей, где ее называют именем, не имеющим к ней никакого отношения. Также интересно отметить, что старшую дочь Мадонны звали Лурдес Мария Чеконе Леон, словно бы в честь отца и матери. Отца звали Карлос Леон, а мать, получается, звали Марией. Оказывается, теперь Бойль и Мариот два разных человека. Как же так? Такой анекдот из серии «Когда Бойль пришел к Мариоту» лишили смысла. Его раньше рассказывали педагоги для того, чтобы юные физики запомнили, что это двойная фамилия одного человека. А теперь что же получается, когда Бойль пришел к Мариоту? Это вовсе не анекдот, уже констатация факта. А вот и еще один остаточек прошлой реальности – картина «Утро в сосновом лесу». Как оказывается, ее написал не только Шишкин, она создана в тандеме с художником Савицким. Только, например, в моей реальности никакого Савицкого никогда не было. Картина называлась «Утро в сосновом бару», и медведей на ней было изображено три, а не четыре. Что же с остатками, спросите вы? А почти каждый из нас с ними сталкивался. В популярной песне Владимира Высоцкого «Случай в ресторане» поется «В ресторане по стенкам висят тут и там три медведя, заколотый витязь». Чем не остаток? Или конфеты «Три медведя». Почему на картине «Четыре медведя», а конфеты называются «Три медведя»? А Маугли в советском мультфильме? Разве у него были не беленькие трусики, которые росли вместе с ним? Сейчас этот персонаж в детской сказке разгуливает по экранам телевизоров в розовых трусиках, в полном соответствии с духом нынешнего времени. В операции «Ы» у Шурика появились супермодные очки, судя по качеству отделки и полузатемненным стеклам из черепаховой полуоправы с отделкой золота. Сейчас такую форму очков называют «полубабочка» со вздернутыми верх краями. И это, да, женская модель, тоже очень по-современному. Многие изобретения теперь вдруг стали сделаны раньше. Цветная фотография появилась в начале двадцатого века, в результате чего у нас сейчас есть множество фотографий Первой мировой войны, не говоря уже о Второй мировой. Что уж там говорить, даже телевидение, оказывается, изобрели в Германии в тридцатых годах, что позволило довольным немцам смотреть в прямом эфире, летнюю олимпиаду в Берлине 1936 года. Но и это не все. Теперь у царской России есть не только подводные лодки, но и авианосный флот, который к началу Первой мировой насчитывал аж три корабля с гидросамолетами. Взлет спал был возможен только у одного корабля, другие сначала спускали самолеты на воду. И это всего через десять лет после первого полета братьев Райт. Волгоградский памятник «Родина-мать зовет» немного изменил свой облик. На мече ближе к острию появились два ряда отверстий. Прямо символизм такой получается – полумеч, полуавтомат. А в басне Крылова «Лебедь, рак и щука» слова поменялись местами, теперь она называется «Лебедь, щука и рак». В новой версии животные перечислены не в том порядке, как в самом стихотворении. «Однажды лебедь, рак да щука, вести с поклажей ввоз, взялись и вместе трое, все в него впряглись». Зачем так исковеркали название? Оно ведь теперь не звучит. Индия, страна, в которой корова почитала священным животным, стала вдруг одним из лидеров экспорта говядины. В 2014 году Индия смогла занять место крупнейшего экспортера говядины в мире, сместив Бразилию с этой позиции. Американские завсегдаты и тематических сайтов активно обсуждают смерть первого и последнего президента Советского Союза. Я смотрел новости сегодня вечером, и они освещали тех, кого мы потеряли в 2022 году. Когда стало известно, что Горбачев умер в 2022 году, я чуть не упал со стула. Я отчетливо помню, что он умер много лет назад. Моя мама была со мной, и она сказала то же самое, этого не может быть. Неужели мы единственные, кто помнит, что Горбачев уже умирал? Это действительно сбивает меня с толку. Сложно сказать, что это, пробелы в образовании или очередная Манделла, однако в полку вновь умерших и воскресших также прибавилось и у наших искателей эффекта Манделлы. Умер Пеле, есть какое-то отдаленное чувство, что это уже произошло примерно в 2010-2012 году, заметил один из пользователей Рунета. В очередной раз уже привычно воскрес поп-исполнитель отечественной эстрады Шура, засветившись в одном из новогодних шоу. В Америке ровно 50 штатов, это сейчас каждый школьник знает, но не те, кто учился в советской школе. Раньше твердо знали, что их ровно 51. И случайно пропущенной системой Лейб на старых джинсах очередной остаток прошлой реальности подтверждает качество прежнего образования. Описанные выше аномалии ставят в очень неловкое положение теорию о том, что эффект Манделлы — это всего лишь ошибки нашей памяти. В настоящий момент его проявления продолжаются. Можно утверждать, что эффект Манделлы приостанавливался на время, но никак не затух совсем, как это пытались утверждать скептики некоторое время назад. Наоборот, масштаб и скорость изменений увеличиваются с каждым новым запуском большого адронного коллайдера. Совпадение это или нет, покажет время. Согласно нынешней версии расписания, на 2023 год зимняя пауза в эксплуатации ускорителей частиц продлится до начала марта. Работа с пучками должна начаться в апреле. Столкновения на высокой осветимости пройдут с середины мая по середину сентября. Затем выделен месяц на столкновение ионов свинца, и к началу ноября большой адронный коллайдер снова будет остановлен. К тому моменту, вероятно, нас ждет очередная порция эффектов Манделлы, не исключено, что уже более масштабного характера. А пока наш мир все еще полон тайн и загадок. Подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интереснее.